Визит главы региона в Инзинский район начался с осмотра мобильного фельдшерско-акушерского пункта по вакцинации населения, который в данный момент работал на территории села Оськино. Традиционно Алексей Русских позитивно пообщался с местными жителями. Здравствуйте. Вы местные жители, да? И что, пришли на вакцинацию? Или посмотреть, как идет вакцинация? Нет. Кто-то на флорографии, кто на вакцинации. Для обеспечения необходимых темпов вакцинации Инзинская районная больница оснащена морозильной камерой для соблюдения температурного режима препаратов и тремя термоконтейнерами. Прививочные бригады выезжают с вакцинации на предприятия района и в удаленные села. Оськинское поселение у нас в лидерах по темпу вакцинации. По поселению 74% уже вакцинировались. Чисто Оськино 51,2% вакцинации. Они молодцы. Другим важным пунктом визиты в Инзинский район стало общение главы региона с выпускниками школ и обсуждение перспектив их дальнейшего будущего. К слову, местных школьников интересовало многое. Будет ли поддержка, если они останутся в родном районе? Как будет развиваться система образования? Какой жизненный путь прошел сам Алексей Русских? Также глава региона вручил медали лучшим выпускникам Инзинского района. Здесь 25 медалистов. Я знаю, что только 5 из них идут поступать в вузы нашей области, а 20 уезжают кто в Самару, кто в Москву, кто наверняка в Санкт-Петербург. Нам бы очень хотелось, чтобы отучившись в этих великих, конечно, и именитых вузах, все-таки вы вернулись к нам в нашу Ульяновскую область. У нас здесь очень много работы, у нас очень много перспектив на многие-многие годы вперед. Пожелав выпускникам удачи и успеха в жизни, глава региона отправился на Инзинский деревообрабатывающий завод. Это градообразующее предприятие и лидер лесопромышленного комплекса региона. Является одним из ведущих российских производителей и экспортеров клееных деталей мебели, а также фанеры из березового шпона. Структура завода включает в себя производственный комплекс в городе Инза, филиал в рабочем поселке Кузоватого Ульяновской области и офис в Ульяновске. Численность работников завода и его партнерских малых предприятий около полутора тысяч человек. Средняя заработная плата почти 29 тысяч рублей. Алексей Русских вместе с главой Инзинского района пообщался с работниками предприятия, обсудив разнообразные вопросы от вакцинации сотрудников до благоустройства населенных пунктов.